всем доброго утра у нас вот такое банное утро мы моем двейку помыли уже вытираем очень господи скажи всем здравствуйте здравствуйте всем сказать меня помыли меня помыли вот таким вкусным самку ним самку ним для зверюшек для собачек только сейчас меня вытащат и я побегаю буду бегать вот что творим нос моем вытираем обо все иди еще от полотенчика сухое ли намочишь ковролин иди вот по полинобилуму бег по иди сюда иди иди к маме тебя тоже помыть я боюсь тебя мы ты покусаешь меня вот такое пони бегает куда ты собрался я туда не иду я дома там жарко на улице да я не пойду туда не пойду маленький наелся запузырился я пылесосила он запузырился между тумбочкой и стеной напугался кое-как вытащила его пришлось выманить его вискосом выманить пришлось вы и закрыл это там место то такое тонкое вот пришлось поддон за заделать который овощи собирают поддон и затолкала от жидкого шампуня туда филе поздоровайся со зрителями филе джей а что такое персик выйди отсюда тут маме надо еще ванну чистить после этого сорванца зачем ты снял на улицу хочешь туалет беги беги иди и персик пошел все-таки вышел писать хочешь иди писей ложись вон на солнышко на коврик вещи коврик постелила ложись сохни фильку не надо чтобы он выбегал он лежит вон ложись на коврик вот здесь ложись и лежи ложись сохни а персик сейчас тумаков получит персик тоже убегает ложись сохни у нас снова жарко того дождя который вчера обещали не 8 вечера не в 3 часа ночи не было не гремела и тучи куда-то рассосать короче не было сегодня посмотрела в подвале у меня еще не высох потолок включила лампочку может быть лампочкой это самое подсохнет но сейчас помыла джия пойду туда пушку поставлю надеюсь капусте это не повредит потому что четыре банки там стоит капуста еще сегодня сорвала огурцов и те которые я два дня собирала я их замочила постоят 4 часа замучены и потом их закрою может быть салат не женский сделаю посмотрите какой вьюнок еще цветет еще розовенький такой розовенький еще вот вчера белый цвет перед вот такой сиреневый это тоже перед свело вот белый цветет а это какая-то полевая травка вот это полевые цветы вчера цветет но это наверно с грунта которые вот грунт принесла там попался на тот такой симпатичный сиреневый сорвала я нечаянно дверями подсолнечник вот этот поставила его водичку баночку табак уже перед цветает уже засыхает вот доставки у него конечно цветет у него листики посмотрите какие а пока вот сиреневый какие-то засыхает я уже некоторые обрезала оборвала выбросила ну то есть уже перед свели уже цвести не будут они только засыхают вот надо лилии обрезать так персик не надо туда идти а вот какой я покажу вам какой я краску купил на потолка лампочка видите горит в подвале лесенцу поставила надо было этот принести колориферта включить там вот декор дом декоративное дерево защитное покрытие какой у него цвет но неважно какой главное что проморить для наружных и внутренних работ это должно быть написано экономичный расход защиты привесили а вот цвет ореха вот еще вот прям про этой антиплесенью прошла малы по углам ок и стены да и лестницу пришло должен сохнуть надо уже полки делать как полки делать у меня все есть доски есть ловить и вон стоят 50 на 50 грузки шурупы купили надо морилкой проходить надо было раньше это делать у меня все тусат по огород надо вот это все сделать мне баночки затолкать милиса высохла измельчить надо здесь базилики кинза кинзу больше не буду сеять еще по моему на любителя вот помидорки которые собрала уже покраснели вот такие очень вкусные помидорки не знаю какой сорт обалденно но там еще желтеют и краснеют в теплице сегодня огурцы замариную персик нельзя туда огурцы замариную и потом займусь помидорами хотела подстричь и съездить город заботы постоянно то-то счета 5 это 10 так персик домой идем пойдем от уфиля там скучно не 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 домой домой не не домой да ты что у нас слава богу гроза наверное будет переменчивая погода гремит сегодня я продолжила работы в саду оборвала здесь листву на землянике вот здесь убираю у меня руки такие порезалась блин пальчик больно и руки все черные особенно вот эта рука на помидорах оборвала оботву вся помидорах вообще сейчас я только заползла домой оборвала выпросила один кабачок даже два кабачка один большой другой маленький от него толку нету там почему-то он с краю возле возле шасмином там растет ну рос и ни один этот кабачок не завязывался то есть я большие сорвала уже а маленькие росли подгнивали и пропадали но был дождик такой у меня сушится в подвале потолок уже уже подсох сегодня я туда включала пушку уже подсох сейчас еще минут тридцать там посохнет и выключу вообще ну конечно немножко будет света побольше сегодня в этом месяце в прошлом месяце заплатили 353 рубля но так всегда июле в июле июне июль в июне где-то 560 заплатили потому что я там пахала своим культиватором и готовки по моему и нет не было мы много пекли духовка работала вот я культиватором работала пахала он конечно тянет много в июле заготовки были но заготовки были духовка вроде не тянуло много 353 рубля заплатили за электричество сколько будет в августе не знаю участка грима нет гремит только гремит гром гремит но передали мчс сообщение что грозы град усиление ветра 27 метров в секунду ураганы посмотрим будет у нога у нас ураган или не будет у нас конечно в сидении ветра есть потому что поля леса как такового здесь нету поэтому у нас ветре это часто ветре это часто вот этот сорванец ни в какую не хочет в туалет ходить ходит только на ковер я уже тумаки ему даю он уже персику говорю воспитывай его не воспитывает вчера супчик варила прокис почему-то шубой пошел сегодня буду варить налила воды буду где-то папа же чтобы на ужин хватило положено те все и завтра снова сварю с фрикадельками хочу хочу варила с шином получается ли от шина прокисывает чего как не знаю вот ветер такой икая на телефон снимаю телефон вообще изумительно снимается у меня были замоченные огурцы уже все сколько видите целый тазик вот я их уже помыла сейчас буду обрезать попки носики и поставила баночки в духовку на стерилизацию вот помыла духовочки хорошо на 20 минут часом нагреется на 20 минут нарвала вишню вот эту эту вишню нарвала абсолютно не знаю что с ней делать видите какая она вишня черная я не знаю что с ней делать потому что она очень кислая у меня не было времени в группе написать что с ней делать не знаю поставила под ванну помидоры банках прохладно все-таки от кафедра холодно у них холодно прохладно больше негде поставить потому что в подвале подвале тепло вот накрыла тоже затолкала под ванну что делать с ними не знаю кистиком нарвала вишневые смородиновые их помыть и потом сбрызнуть кипятком так здесь у меня сода баночки баночки мыло в этом году заморозка у меня только смородина черная и красная не малины ничего другого нет город не ездили вот посадила я вот смотрите за меня кулькас тот который доченька мне купила вот в такой горшочек для него специально дренаж там надо покупать было грунт замя кулькас вот растет что-то вот этот один пропадает листик я поставила сюда в ванну потому что спальне жарко пропадает листик по обрывала сегодня на хлорофитуме вот эти которые но вот эти которые давали дают корешки поставила водичку посажу еще один такой цветочек сделаю хлорофитум у меня в основном в ванной они растут грунт какой был для спать и филова дренаж а грунт о ничуть и как грима а грунт вот такой ариадный какой-то ариадный но здесь и мог был и грунт и уголь и и грунт и тут дренаж я купила лишь бы не рассыпать я так уже устала сил моих нету есть сделала вчера еще четыре баночки кабачковой икры полностью забит холодильник огурцами кабачками помидорами вот ревень оборвала но это уже будет последний тоже надо будет джем сварить поставила холодильник вот получается кабачковую икру я вчера вот сделала 4 баночки даже не 4 3 тогда сделала три с половиной в этот раз я сделала ровно четыре баночки ровно 4 да вот одна под закаточку пошла собрала утром опять эти огурцы и уже не могу говорить уже вот поставила но я сегодня и этот сегодня картошечки будет на супчик сегодня там у меня этот потолок язык заплетается устала силных нет потолок высушится и все завтра я схожу уже морилкой пройду завтра будет вторник пройду морилкой но может быть она быстро высохнет и начну уже полки делать палец болит порезала сегодня у меня сломалось крыльцо вот это вот это средняя ступенька пришлось колотить лупить на саморезы трудно было поставить вы губку забыла там на саморезы трудно было а гвоздей как таковых у меня нету поэтому нашла гвозди видите выбросила коврик тут обоссал котенок пришлось из ковра вырезать малюсенький поставила вот тут тапочки все это вот сделала такую импровизацию чтобы он не сходил сюда он все три коврика все обоссал как научить котенка в туалет ума не приложу ума не вообще понаставила время чтобы вода шла прохладно хорошо сегодня такая жара было 30 градусов было невозможно не дышать ничего не делать голова чугунная мозги отказываются думать ну куда вот он поехал этот бетономешалка он конечно не выйдет там это было другое место ехать сможет не он там выехать по пустырю это а он обратно пустой едет ну да наверное то что он там заливал еще один фундамент они сделали по моему он выезжает куда он собрался ехать нет куда-то в другое место поехал видите какой ветер но не 27 метров в секунду где-то метров 15 точно есть ну куда-то поехал в другую сторону у ее дочки наверное зонта нету вот этот дом который вот здесь вот коричневый видите с белым балконом кто-то снова купил он уже третий раз перепродался ну то что у него вид не очень хотя когда людям негде жить и будешь жить и возле помойки ну там помойка здесь дом и там помойка сразу он там за бугром сегодня трактора ездят возят сено сенокос у людей вот он трактор едет там по дороге маленький такой красный туда отвез туда сено уже фермер какой-то внизу там вот где белый дом желтый желтый дом и белый дом и рядом с белым домом там фермер живет он держит где-то наверно коров 18 держит конечно ездят на сенокос нет это другой трактор это этот не вез сена эти эти трактора что-то пашут наверно маленький трактор маленький совсем крошечный самодельный какой-то самодельный он бетономешалка она все-таки вот здесь выехала кружилась кружилась все-таки рискнули поехали но там дороги нету поэтому все машины которые едут допустим лесовоза очень аккуратно дороги нету и там дорога знаете такая глинистая то есть можно застрять конкретно но дождик шел он не глубоко по поверхности проедет машинку бедняжка едет 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 проедет и крутой поворот там то есть получается снизу вверх не поломает бы клен вот этот то у меня ломаный уже а этот вот такой какие насыщенные красивые цвета на телефоне вообще телефон снимает очень ярко наверное экшен камера тоже также снимает потому что вот у меня самсунговская камера она купленная в 2010 году и 2011 там она уже конечно свою и жила раньше то у нее были хорошие яркие цвета а сейчас сейчас она тускло снимается вот он выехал там возле мусорных баков сейчас проедет сюда молодец хороший водитель молодец вот он выехал молодец хороший дядька и там получается снизу то как бы стихка как бы вот 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 такая дорога ну не резко перепад а потом в горку резко и потом так и горка горка с горки уже потом ровно и резко такой этот поворот резко вот такая вот погода птицы птицы летают как сумасшедшие надо интернет выключить потому что сказали вот телепорт который у нас интернет телепорт сказали выключать когда гремит вроде бы ушло куда-то где-то там на байкарский тракт ушло греметь дочка приедет нормально будет вот видите коврик который описал повесила сушиться уксусом залила повесила продолжается эпопея огурцов маринования огурцов время 25 минут 10 но я пока все с этим разобралась еще сварила супчик с фрикадельками зажарила только что потому что эти огурцы занимают много времени ну и то что я еще в саду работал я их обработала в шоковой терапии шоковой обработки шоковая терапия сделала то есть я их помыла потом они стояли у меня 4 часа вот получается вот это зазули я их отдельно сделаю и вот такие вот корнишоны можно сказать огурчики которые вот ну такие обычные я брала два тазика в одну наливала кипяток два чайника у меня полтора литра ушло 3 литра я налила в один старый этот тазик кипятка в другой ледяную воду из-под скважины в кране набрала и окунула сначала вот вот эти огурцы без разницы какие то есть окунула их в кипяток и тут же их достала и окунула холодной холодной полежали я их вытащила убрала вот сюда мисочку потом вот эти вот погрузила так от этой шумовкой погрузила помаленечко чтобы они обработали с кипятком и тоже сразу холодную воду вытащила фида что ты делаешь ты зачем эти точишь ногти об этом не надо здесь тусоваться иди то он лапа здесь моет в джиевской миске джи потом есть не хочет то он спит возле миски иди отсюда он абсолютно в туалет не хочет ходить сегодня он толстый объелся за сегодняшний день его надо было в 9 кормить я забыла про него вот и получается накрыло и что потому что мухи по налетали вон их по налетаю во сколько не ленты ничего не помогает уже луплю их и все и они все равно летят какие-то они насытные не эти мухи а получается 5 литровых баночки подготовила и еще там еще нет больше нету здесь вот микроволновки я на три минуты ставила 700 граммовые баночки тоже сделал на всякий случай и что я делаю по 10 листиков вишневых кладу таких вот которые вот с вишней который вишня черная и 10 которые вишня владимирская они немножко отличаются вишни листики вообще ароматные и вот 10 листиков на каждую баночку вот такие вот которые получается листики со степной листики с владимирской это не принципиально просто я вот так делала понимаете и очень и очень вкусно вот и получается по 10 листиков каждых и по 5 листиков смородины смородина у меня уже пожухла уже нету вот и по два листика вот кладу потом по три горошины черного перца ну так щепотку беру на каждую банку щепотку черного перца по 2 горошины душистого перца на каждую банку по 2 гвоздики и гвоздика мне очень нравится маринад он очень очень вкусный вот что еще душистый перец перед черным горошком гвоздику и по 2 лавровых листов все это буду заливать кипятком огурцы залью кипятком 15 минут постоят кипяток вот соски с огурцов сливаю вообще выливаю и делаю маринад на одну литровую банку я беру одну столовую ложку с горкой соли и две столовых ложки с горкой сахара а здесь у меня 5 литров умножаем на 5 и получается 2 4 5 столовых ложек соли 2 4 6 8 10 столовых ложек сахара делаем такой маринад маринад я кидаю еще один листик лаврового листа и 1 листик один перчик же кучу этого душистого перца и 1 и 2 и 2 перчика черного но такой хороший маринад ароматный получается и заливаю маринадом огурцы в каждую банку наливаю по 0 ну получается по половинка чайной ложечки 0 5 чайной ложечки уксусной кислоты 70 процент и закатываю крышками у меня крышки под закрутку и под закатку закатывающим ключом и еще не доставала вот некоторые есть под закрутку делала под закрутку тоже нормально все закручиваю мама делает мне класса пластиковыми капроновыми крышками закрывает но мне как-то неудачно я узкую пару раз покупала их и у меня не как-то неудачно они подтекают и в ветре кстати покупала без чеснока чеснока нету а я еще еще сейчас морозилки достану зонтики укроп до во время это вспомнить у меня получается палочки замороженные где они так-то укропа нету и без чеснока чесноком не делаю потому что как-то мне не нравится чесноком посмотрите что он делает он под дючка ищет место демонстративно не хочет идти в свой туалет уже по заделала все дыры фига что ты там делаешь а а